Почему 5,38, а не 5,42, а не 5,33? Меморандум с граничной какой-то цифрой. Масличники еще с этим не сталкивались. Кто раньше встал в таву этапки? Эта мера, она губительна. Она еще больше подтолкнет цены вверх. Уже можно какое-то сложить понимание цены семечки нового урожая, исходя из того, что есть контракты на новое масло, есть контракты на новый шрот. Сейчас все очень осторожны уже. Никто не хочет потом краснеть. Украина, я уже слышала цифры 29. В этом сезоне она будет прям золотая. Привет на канале Латифундист. Говорим о делах зерновых. Сегодня у гостях у меня Елена Нероба, менеджер по развитию компании Макси Грей. У нас сегодня на столе лежит кукуруза, но тем не менее мы сегодня сакцентируем внимание больше о посолнечном масле. Но тем не менее это будет вторым вопросом. Лена, ты только что вернулась из полей. Расскажи, пожалуйста, что ты увидела? Короткие сводки полевые. Последние три дня я провела в основном в Донецкой и Луганской областях, на подконтрольной Украине территории. Так как это одни из самых засушливых регионов в Украине, я, едя туда, не питала никаких иллюзий особых. И действительно то, что мы увидели, это пострадавшие от заморозков озимые, есть поля с крайне ослабленными всходами, уровень влаги, ну естественно, надо будет еще провести анализы, да, проб, которые мы отобрали, но даже были поля, даже где визуально было видно, что на горизонте глубже 40 сантиметров уже влаги практически нет. Были поля, где и на метровой глубине почва влажная, но время покажет. Впереди еще май, и начиная с мая, мая и лето, обычно там крайне мало осадков. И синоптики говорят, что лето будет засушливое, поэтому каких-то прям оптимистичных радужных иллюзий у меня нет по поводу вот этих двух регионов. А что касается посева? Посевная кампания там только начинается, естественно, достаточно прохладно, ветрено. Ну фермеры делают свою работу, они ловят удачные моменты, пытаются там сохранить влагу, ту, которая есть. Но да, есть отставание в темпах сева, но пока что оно не критично. Лена, как раз в эти минуты подписывается меморандум между Укралия Пром, как я понимаю, и правительством по поводу граничных объемов экспорта подсолнечного масла. На прошлой неделе ты стала неким возмутителем спокойствия по этой теме, озвучивая о том, что во властных кабинетах готовится, собственно, подобного рода проект постановления. Как ты думаешь, вот эта цифра, насколько я понимаю, она в районе 5,3 миллиона тонн? 5,38. 5,38 миллиона тонн. Она может стать некой компромиссной историей? На самом деле экспортный потенциал на этот год у нас был 5,5 миллионов тонн. То есть это не сильно и меньше, по сути особо это ничего не ограничивает. То есть лишних 120 тысяч тонн. Но мы же понимаем, что рынок сейчас настолько волатилен, и он реагирует болезненно на любое заявление. У меня больше вопрос не в том, какую цифру они хотят поставить. Почему 5,38, а не 5,42, а не 5,33? Ну это бог с ним. Люди как-то высчитали эту цифру. У меня больше вопрос в том, насколько будет организован масличный рынок. Потому что подобные методы, меморандум с граничной какой-то цифрой, они уже 10 лет работают на зерновом рынке. Зерновики уже умеют между собой договариваться, они привыкли к тому, что у них есть какой-то лимит. Они умеют договариваться, как же его не превысить. Масличники еще с этим не сталкивались. У меня вопрос в том, и не одно у меня, кто раньше встал в таву этапки, по какому принципу они будут вывозить? Или все сейчас дружно побегут прямо отгружаться на споте и провалят рынок? Или как это будет происходить? Потому что на самом деле не важно, когда ты подписал контракт, важно, когда ты отгружаешь и сколько на этот момент уже отгружено. И на сколько будет этот лимит 5,38 гибким? Можно будет сделать 5,381 или нельзя? Ну реально может быть ситуация, у кого-то контракт давно подписан, причем подписан по хорошей цене и не исполнить его вот так? Как тебе в целом эта подсолнечная история? Если коротко вспомнить хронологию событий, то есть рынком проходит информация о том, что появился некий проект постановления. рынок обсосал эту всю информацию, возбудился и только после этого уже начинают реагировать как-то власти и как-то осторожничать в комментарии Ройтерсу. Звучил Высоцкий. Ну, я думаю, что ноль это была чья-то такая шальная идея или просто поставили бы уже прочерк. Да, кстати. Ну, почему я взялась писать тогда об этом? Потому что если не обращать на это внимание, то это просто замалчивать эту проблему, то она будет решаться долго, медленно, непонятно. Позиция моя всегда остается неизменной. Любое вмешательство государства в бизнес – это минус и для бизнеса, и для государства. Но у нас же страна популистов, у нас же иногда хвост виляет собакой. У нас решили, что для того, чтобы часть населения, неплатежеспособная, могла купить себе подсолнечное масло по удобной для него цене. Меня очень умирают комментарии, когда журналисты берут у людей на улицах, у прохожих каких-то, в магазинах, у покупателей. Сколько, по-вашему, должно стоить подсолнечное масло? Ну, мне кажется, гривен 40-45 за бутылку – это удобно всем. И мне, и вот тем, кто семечку выращивает. Откуда? Как ты это посчитала? Почему 40-45? Почему не 20? Почему не 100? Потому что так было. Ну, чуть дороже, чем было. Да, вот как бы… Нет, я понимаю, что есть покупательные способности. Она, увы, в Украине далеко не лучшая в мире. Да, тем более в условиях карантина, когда многие люди остались без работы. Но, тем не менее, функция государства, она в том числе и в том, чтобы поддерживать незащищенные слои населения. Наверное, правильно было бы помочь тем, кто не может заплатить вот эти лишние 20-30 гривен за бутылку масла, а не отрезать сук, на котором мы сидим. Потому что что бы было, если бы, например, поставили дно? Масличный завод – это практически как доменная печь. Его нельзя из возможности стол делать один литр. И нельзя полностью остановить сегодня, а завтра запустить, а послезавтра опять остановить. Так это не работает. Мало того, что у нас часть мелких заводов уже закрылась раньше, чем закончился сезон, из-за того, что семечки либо нет уже в регионе, либо они не могут ее купить, потому что маржа отрицательная. Если бы ограничили, выдали лимиты, как был один из вариантов, которые обсуждали, лимиты в зависимости от объемов экспорта в прошлом году календарном и объемов продаж на внутренний рынок, то некоторые заводы бы просто остановили производство. Потому что им невыгодно делать две бутылки масла. То есть у нас не будет ни выручки, ни налогов, ни масла, по сути. Зато будут фермеры с семечкой. То есть на самом деле эта мера губительна. Она еще больше подтолкнет цены вверх. Рынок уже немножко успокоился. Сезон подходит к завершению. Новый урожай впереди уже контрактует на новое масло. Уже можно какое-то сложить понимание цены семечки нового урожая, исходя из того, что есть контракты на новое масло, есть контракты на новый шрот. Две цифры суммируешь, отнимаешь маржинальность, понимаешь, что у тебя в среднем 42% масличность и ты можешь как-то себе спрогнозировать, почем ты готов купить семечку. Плюс соевый сезон бразильский, аргентинский начинается. То есть есть сезонность на рынке. И вот этими всеми мерами они только подливают масло в огонь. Во всех смыслах слова. Во всех смыслах слова, да. Правильно я понимаю, что внутренний рынок порядка 10% занимает? Меньше 10%. Даже меньше 10%. У нас на этот год где-то 400 тысяч был план по потреблению, а производство 6 миллионов. Поэтому, ну, логично было действительно субсидировать, ну, не знаю, там вплоть до... Ну, конечно, это так неправильно, наверное, делать, да, забрать у экспортеров часть их выручки и заплатить, там, компенсировать это бабушкам, раздать условно. Ну, понятно, что там в случае с той же мукой, да, понятно, что есть мощность вести ГПЗКУ, когда он может там просто дополнительно там включить там... Ну, государство регулирует, да. С маслом же немножко не такая тема. Ну да, у него нет, у государства нет своих маслоэкстракционных заводов, как я понимаю. Но, тем не менее, да, госрезерв для чего-то существует. Ну, кстати, госрезерв это такой тоже, ну, как пережиток. В каких развитых странах существует госрезерв? Нет, он есть, там, в Египте есть госрезерв, в Китае есть госрезерв. Но, ну, тоже такая скользкая тема. Нужен он, не нужен. Наверное, в наших условиях это скорее нет, чем, да. Ну, так у нас мыши ели зерно, а так у нас бы еще мыши купались в масле. А, ты накладываем на реалии? Да. Были бы жирные со всех сторон мыши. Если говорить по остальным культурам, какая сейчас ситуация на рынке? По той же пшенице, по той же кукурузе, вот, если брать кукурузу, то, насколько я понимаю, объем фарвардов, который заключается сейчас уже на культуру нового урожая, там, в районе 6, ну, по моей информации, около 6 миллионов тонн. То есть это рекорд, там, если сопоставляется, там, наверное, со всеми годами. То есть и возвращаемся к вопросу тех лимитов, которым грозили мультинациональные компании в отношении, там, украинского рынка. И, то есть, похоже, что они не ввели все-таки эти рычаги и воздействия, эти блэк-листы. Никаким образом не призываем, там, украинского агрария дефолтить, но в целом хочется понять просто ситуацию сейчас. Ситуация, которая вот была в начале сезона, да, когда были, там, срывы фарвардов при резко растущей цене, она показала, что, несмотря на то, что есть там на рынке операторы, которые повели себя некрасиво, мягко говоря, да, они показали, вся эта история показала, что рынок созрел к тому, чтобы уметь договариваться действительно, как-то держать слово и фиксировать свои обещания и выполнять свои обещания. Потому что, на самом деле, многие же исполнили свои контракты, несмотря на то, что это было невыгодно. Многие пошли на уступки, и экспортеры пошли навстречу, и фермеры как-то подоговаривались. Кто-то перенес какие-то даты, да, кто-то там как-то частями, кто-то договорился какой-то средницей. То есть, у всех… Будущими премиями. Да, да, инструменты были разные, но это продемонстрировало, что удивительно, то, что рынок далеко не дикий в основном уже. И вот то, что мы видим сейчас, да, фарварда заключаются, причем такими хорошими темпами, показывает как раз-таки, что доверие есть с обеих сторон. И да, все ждут, что будет Китай. Ну, я думаю, что многие уже продались на Китай. Раз сам Китай официально показал, что у них 22 миллиона, Китай уже купил больше 6 миллионов в календарном году, с нового года. Ну, вопрос к тому, что там цены сейчас, ну, можно сказать, в какой-то мере пиковые, да, и предпосылок к тому, что они дальше будут расти там не особо много, и поэтому сейчас решает фиксировать. Ну, может быть и так, но на самом деле кукуруза, значит, только-только начинается пассивная, что у нас, что в Штатах. Поэтому тут очень сложно что-то сказать. Да, пока хорошие прогнозы, там, в Украине влаги достаточно, но в прошлом году тоже прогнозы были очень хорошие. Сейчас все очень осторожны уже, никто не хочет потом краснеть. Кстати, что ты заметила по поводу инструментов хеджа? Прошлый сезон научил участников рынка все-таки хеджироваться? Ну, я бы не сказала, что прям все у нас вышли на Чикагскую биржу, и да, но тем не менее, если раньше у там, у рядового фермера, то переходишь их там и начинаешь ему говорить, хедж на тебя смотрели, как, господи, девочка, иди отсюда, что ты вообще рассказываешь мне, то сейчас интересуются, слушают, знают, и это эволюция. Мы придем к этому рано или поздно, мы к этому придем. Тот же Харвис, с которым мы общались, они говорили о том, что мы понимаем, что это нужно, но это дорого. Вопрос даже не столько в цене, сколько юридические лица не имеют в Украине легального инструмента напрямую это делать. Тебе же нужно открыть счет у брокера за границей, завести туда деньги. Банк не поймет этого. Очень сложно будет объяснить, что это не вывод капитала, не инвестиция, а финансовая операция по хеджированию. Физические лица это могут делать, юридические нет, поэтому не у всех есть собственная офшорная компания, через которую это можно делать. Ну и да, это, ну как дорого, это в понимании украинских производителей, это еще одна, и экспортеров, это еще одна статья затрат, которой раньше не было. Ну да, которой они не привыкли. Ну вопрос дорого или нет, это вопрос скорее необходимости. А сколько ты потеряешь, если ты это не сделаешь? Надо считать вот этими категориями. Ну и да, нужны шаги со стороны государства, чтобы это действительно заработало. Ну или можно работать с теми же мультиками, которые предлагают, уже в цену зашивают свой хедж и предлагают какой-то такой гибридный хедж в контракте. Кстати, мультики тоже грозили, опять же, в свете той же посевной компании из-за кризиса фарвардов, о том, что они уже как-то будут ограничивать лимиты и по финансированию агрария. Ты там особо не заметила, что в этом смысле произошла какой-то пересмотр? Ты знаешь, я вот ездила с агрономами и с представителями компаний, которые реализуют удобрения. Покупают, все идет своим стандартным чередом. Ну я понимаю, что у меня выборка не репрезентативная, что я не у каждого фермера в Украине спросила, как дела. Но, по крайней мере, то, что я видела за эти дни и то, что я слышу даже от компаний, которые занимаются продажами удобрений, техники, они тоже несут вклад свой в рынок, в становление хеджа, потому что они тоже делают какие-то гибридные продукты, предлагают какую-то привязку к бирже, какой-то опцион. Он как-то идет, процесс идет. Я не могу сказать, что все по-прежнему падают в обморок от этого. Нет, процесс идет. Расширяй словарный запас фермеров. На самом деле наш фермер уже давно отошел от сухи и лопаты. Вот этот образ, что это какой-то примитивный дедушка, который застрял там мозгами где-то и делает все по учебнику 24-го года. По журналам и от руки. Нет, много молодых ребят, прогрессивных, с технологиями, совершенно такими же, как в Шатах. По другим культурам давай поговорим. Что сейчас происходит по той же пшенице, что ГАСК? Египет уже закончил покупать старый урожай. Для нас, для Украины это один из ориентиров по цене. Но они показали, что вот та рыночная ситуация, которая сейчас есть, это нормальный старт. Они не видят сильно дешевле, но и как бы дороже тоже не видят. Да, пшеница немножечко просела в цене. Скажем так, она перестала расти. Она вот держится, да, просела и вот держится на этом уровне. Оптимистичные ожидания урожая везде. Россия там 80 плюс уже ожидает. Украина, я уже слышала цифры 29. Я еще честно не садилась, не считала. Я еще только начала ездить. Я не люблю считать по бумажке. Министерство уже спрогнозировало опять рекордный урожай. Хорошо. Молодцы. Какое министерство? У нас их много. Минэкономики. Надеюсь, что так и будет. Немного есть вопросы по Европе. Во Франции достаточно холодно и суховато. В Германии очень оптимистичные ожидания. По штатам тоже холодно и суховато. Есть уже вот там прям ожидают засуху. Поэтому как-то вот цена просела и держится пока что. Опять-таки вопрос в Китае. Я думаю, что Пакистан останется у нас в покупателях в этом сезоне. Они ожидают урожай чуть больше, чем в прошлом году. Но все равно у них потребность где-то 28 миллионов тонн. Они думают, что они уберут где-то 26. В прошлом году было там чуть больше 25. Я думаю, что вот эти 2 миллиона мы опять с Россией разделим. Поэтому украинская пшеница не аккредитована пока что на Китай. Но мы все понимаем, насколько это бюрократичный процесс, насколько он длинный. И то, что мы не видим, что там происходит. Я же не могу все время ругать государство. Мне же надо когда-то и защищать немножко. То, что мы не видим, это не значит, что этого нет. Работа с Китаем, она очень сложна, она очень бюрократична. Это нужно три раза реверанс сделать, четыре раза бумажку переписать, шесть раз встречу перенести. Есть процессы, которые длинные. И они есть. И я думаю, что рано или поздно мы получим аккредитацию на пшеницу тоже. И у нас появится дополнительный рынок сбыта. Но это явно не в этом сезоне. Но в целом все равно мир ориентируется в том числе и на Китай, где есть знаменитые китайские свиньи, которые опять начали умирать якобы. Но есть и прирост по производству. И есть циркуляр китайского правительства заменять дорогую кукурузу и сою в кормах. И в том числе пшеницей. Да, ее полностью нельзя ввести в корм, в рацион. Но частично можно заменить. И Китай много покупает кукурузы. Мы видим этот скачок. Они купили 10 миллионов в прошлом году при квоте 7. Дополнительную квоту получила еще ковка на себя в конце года. Но в этом году цифры идут уже. Доходят до 40 прогнозы. Я слышала 30 из Америки, 10 из Украины. Но это не в маркетинговом году, а в календарном. Они же меряют календарными годами. Но пока что Китай ничего нового в Америке не покупал. Они остановились на цифре слегка выше 18. Это включая то, что уже отгружено. Были пара отмен. На 18 миллионах тонн 2-3 лодки отмены. Это скорее повод для любителей громких заголовков написать эти громкие заголовки. Погода это особо не делает. Это не массовые какие-то там консуляции контрактов. Из Украины отгружено уже 7 миллионов тонн за маркетинговый год. Я думаю, что проблема там не столько в китайских свиньях, сколько в этих мифических резервах, которые существуют на бумаге, которые никто вживую не видел. То, что ты в прошлый раз говорила. Да, она осталась. Эта проблема же никуда не делась. Политика Китая это поддержка фермеров, которые выращивают кукурузу. Есть целые огромные провинции, которые раньше были ориентированы на сою. И в этом сезоне фермеры будут сеять там кукурузу в основном. Поэтому тут есть некий такой вот очень тонкий баланс. Вроде бы есть Китай, у которого есть невероятные аппетиты в кукурузе. И никто до конца не понимает, где же они остановятся. Когда мы начинали эту всю тему говорить, если мы год назад вернемся, цифра 33 миллиона, озвученная, по-моему, саксами, казалась такой космической. А сейчас она уже не очень. Ну, не то, что ок, но, наверное, может быть. Мы же привыкаем к всему. Лена, если говорить о других культурах, одна из последних новостей о том, что Индонезия закупила 120 тысяч тонн черноморской пшеницы. Как я понимаю, львиная доля из нее украинская. У них отгрузка на июнь, а в России со 2 июня будет действовать уже плавающая пошлина, которая рассчитывается по безумно сложному механизму среднее среднего. И рассчитывать она будет на первые отгрузки, это будут апрельские и майские усредненные цены. Ну, как бы, дороговато получается. То есть, скорее, Украина? Ну, наверное, да. Это было бы логично. Но, кто знает, мы же можем только предполагать. Касаемо РАПСа, насколько я понимаю, сейчас из Украины законтрактовано два судна в Канаду. Что, в принципе, с учетом этой логистики, этого плеча, несколько удивительно. Да, три недели назад, когда мне позвонили, спросили, говорят, Лена, вот слышала, такая новость есть. Я сделала круглые глаза и сказала, что, простите, РАПС из Украины в Канаду? Это, ну, это как, это песок в Сахару отвозить. Ну, действительно, там, да, в Канаде очень напряженный баланс по Каноле. У них очень хорошо прошел экспортный год, и новый урожай у них еще не скоро. И вот три недели назад было первое судно законтрактовано, пару дней назад второе судно законтрактовано. У меня, к сожалению, пока нет точной информации, но можно предположить, исходя из того, кто покупатель, где расположен завод, что это будут тридцатитысячники. Ну, туда просто не зайдет Панамакс. Да, РАПС это, пожалуй, та культура, которую вырастить сложнее всего, да, из горячо обсуждаемых, да, тех культур, которые на суху. Но в этом сезоне она будет прям золотая. Это будут прям... Поэтому те, кто еще не продались, имеют возможность получить очень хорошую цену. Европа очень ждет. Да, да. Уже и Канада ждет. Там на август это новый урожай, на август законтрактовано. Лена, спасибо огромное за зерново-масличные сводки по рынку. Желаю тебе почаще быть возмутителем спокойствия на рынке. Спасибо, Костя. Да, но хотелось бы по приятным поводам возмущать спокойствие, да. Сообщать там какими-то новыми сапогами, вуфлями, котами, а не какими-то такими темами. С удовольствием. Платив фундесадка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова